Сегодня и практикующие медики и ученые довольно ясно понимают, что медицине необходимо развиваться. А главное, и те и другие видят, в каком направлении. Трансляционная медицина вкладывает десятки миллиардов США, Японии и многих странах Европы. Немалый вклад в развитие медицины будущего вносят вузы. В России одним из лидеров в этом направлении является Казанский федеральный. С возвращением в лоноуниверситета медицинского направления упор делается именно на внедрение новых технологий. Отношение населения к системе образования, к ЖКХ и к медицине всегда, вы знаете, оно неоднозначное, поскольку мы с этим всегда сталкиваемся. И люди рождаются в больнице и, к сожалению, уходят из жизни тоже часто в больницы. Поэтому поставлена задача качества обслуживания нашего населения в клинике поднять на новый уровень. А это возможно сделать только если будет исследование и их трансляции в клинику происходить очень быстро. Стоит отметить, что развитие трансляционной медицины в КФУ нашло должный отклик и у руководства Татарстана и даже далеко за пределами республики. Так, чуть менее года назад Казанский федеральный начал сотрудничать с Ассоциацией русскоговорящих ученых именно по этому направлению. Безусловно, это знаковое событие. Я думаю, что это очень серьезный толчок для дальнейшего развития кооперации между русскоязычными учеными, нашим зарубежным сообществом русскоговорящих ученых и университетом. У нас, я думаю, что будет много интересных проектов, будет взаимодействие. Мы буквально сейчас обсуждали взаимодействие в области сердечной состоятельности хирургии, в области интервенционной кардиологии. Это создание новых устройств, создание новых способов визуализации и другие направления. Вы понимаете, современный человек, он не будет играть с огнем. Он делает все для того, чтобы избежать болезней. Вот за этим перспектива. А кто будет участвовать в этих открытиях, для него будут технологии доступны. А тот, кто не участвует, он будет их покупать за большие деньги. Мы хотим, чтобы открытия были у нас. И они были доступны для населения Республики Татарстан. Поэтому все это прописано в стратегии 2030, которая принята, утверждена. И это, конечно, работа сегодня под руководством нашего президента по реализации стратегии совместно с университетом. Она проводится, конечно, это перспективное направление. Большой интерес к развитию трансляционной медицины в Казанском федеральном проявляют и ученые других стран. Многие из них в эти дни делятся своим опытом с российскими коллегами. Впрочем, ученым КФУ тоже есть что рассказать. Александр Александров, Руслан Урозаев, Универньюс.